На сегодняшний день в России насчитывается порядка 100 тысяч опасных производственных объектов. Это предприятия с высоким риском возникновения аварий. И, к сожалению, иногда они случаются. Так, чрезвычайная ситуация федерального масштаба – одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в Арктической зоне, произошла в 2020 году в Норильске. В результате тысячи тонн дизельного топлива разлились далеко за пределы промзоны. Штраф Норникеля составил 146 миллиардов рублей. Однако, можно ли было избежать катастрофы и как в целом предупредить возникновение аварий на опасных объектах? Этот вопрос обсуждался на совещании Российского газового общества, которое состоялось в формате видеоконференции. Вел совещание председатель Комитета по энергетике Государственной Думы, президент Российского газового общества Павел Завальный. Представители космической отрасли, нефтегазовых компаний и энергетики обсудили тему развития геотехнического мониторинга с использованием космических технологий на объектах добычи, транспортировки, хранения и переработки нефтегазовой продукции. В совещании приняли участие представители компаний «Газпром», «Транснефть», «Россети», «Лукоил», «Госкорпорации Роскосмос» и других организаций, в том числе и компании «Газпром Космические системы», расположенной в Щелкове. Геомониторинг – одно из направлений федеральной программы «Сфера». И стоит отметить, что Щелковское высокотехнологичное предприятие «Газпром Космические системы» принимает активное участие в реализации этой программы. Перед нашей страной также стоят и глобальные вызовы. Ответом, на наш взгляд, является федеральный проект «Сфера», который обеспечит охват всех сфер жизни человека, включая промышленности, строительство, экологическую безопасность, логистику, автомобильные перевозки, судоходство, авиацию, а также решение ключевых информационных задач для обороны и безопасности. Для реализации программы необходимы новые космические аппараты с различным функционалом. Для геомониторинга пока используются зарубежные спутники. Участники совещания обратили внимание на необходимость создания отечественной спутниковой группировки. По большому счету, это и достоверность получаемой информации, независимость от зарубежных операторов, импортозамещение, то есть решение задачи, поставленной президентом России. Здесь не стоит вопрос, мне кажется, со стороны правительства или Совета безопасности, делать или не делать. Здесь стоит вопрос сделать, и Роскосмос, по сути дела, назначен под патронатом правительства, единым оператором организации этой работы. Да, сегодня мы закупаем снимки. Кто скажет, что завтра эти снимки будут нам, условно говоря, продавать, или объективность информации на этих снимках будет достоверна. Отечественную группировку спутников возможно создать на основе тех, которые будут собирать и испытывать на сборочном производстве космических аппаратов в Щелкове. Ввод в эксплуатацию производства запланирован уже в этом году, как сообщил в своем докладе генеральный директор компании «Газпромкосмические системы» Дмитрий Севастьянов. Спутник «Смотр-В» будет построен на Вадимом в 2022 году сборочном производстве космических аппаратов в Щелково. Проект этот реализуется «Газпромом» при поддержке корпорации «Роскосмос». Запуск спутника «Смотр-В» планируется в конце 2024 года. В России таких спутников нет, и такая задача будет реализовываться впервые. Со спутника «Смотр-В» также планируется осуществлять и экологический мониторинг, следить за выбросом метана. «Газметан» считается газом зарезняющим, и за все выбросы, которые происходят в компании, платят штрафы государству. И все выбросы, они учитываются, нормируются. Он является одним из разрушителей озонного слоя. Стоит отметить, компания «Газпромкосмические системы» уже успешно применяет технологии наблюдения за опасными производственными объектами. Ведется мониторинг охранных зон и магистральных газопроводов пожароопасной обстановки объектов газового комплекса с использованием беспилотных летательных аппаратов, применением оптического спутникового наблюдения и на основе спутниковой радарной интерферометрии. Высокую точность измерения обеспечивает созданный в компании запатентованный уголковый отражатель. Технология спутниковой радарной интерферометрии позволяет выявить деформацию в самом начале ее развития. В настоящее время данная технология применена на нескольких объектах «Газпрома». Это магистральный газопровод «Сила Сибири», где ведется мониторинг отклонения положения трубопровода от проектного. Это северо-старопольское подземное хранилище газа, где решается задача мониторинга сезонных отклонений поверхности ПХГ и объектов при отборе и закачке газа. И самый высокогорный в мире магистральный газопровод «Дзорикаоц-Хенвал», где на высоте более трех километров контролируются оползневые участки. Участники совещания отметили, на сегодняшний день необходимо создание единой законодательной базы, которая позволила бы осуществлять работы по мониторингу опасных производственных объектов. По сути дела, каждый владелец опасных производственных объектов так или иначе проводит мониторинг состояния своих объектов в рамках отраслевой или нормативной документации, в рамках СТО, разработанных специально под свои объекты. Но вместе с тем нет единой законодательной базы, нет единой правовой и нормативной базы, которая обязала бы или позволила бы нам в рамках единого государственного контроля эту работу осуществлять как таковую. Вопрос наблюдения за опасными производственными объектами экологического мониторинга – важная стратегическая государственная задача, в решении которой сегодня принимает участие компания «Газпромкосмические системы», предприятие, расположенное в Щелкове. На совещании было принято решение создать рабочую группу, куда могут войти все заинтересованные в развитии технического и экологического мониторинга с использованием космических технологий организаций, разработать ряд предложений по работе в этом направлении. В рабочую группу мы отработаем все предложения и для работы с космосом и теми компаний, которые этим занимаются. Продолжение следует...